всем привет начинаем путешествие по моему городу по улицам города английская набережная 74 архитекторы не установлены годы постройки 1737 1738 и 1820 стиль классицизм я беру данные сайта city wolf немножко википедии дом демидова дом вилле дом гауша вот так он называется участок на нижней набережной линии у галерного двора вначале принадлежал галерному мастеру иноземцу юрию русину который 1712 году построил здесь мазанковый дом 1721 году участком уже владел князь иван федорович барятинский боевой генерал сподвижник петра первого затем участок перешел богатому турскому заводчику никита никита демиду старшему сына основатель знаменитой династии к строительству палат приступили весной 1737 года и уже в следующем году 1738 закончили ну правда частично после смерти демидова наследники разделили участок дом на него с 17 покоями получил старший сын евдоким никитч демидов а дом на галерного 10 покоями его брат никита младший который 1769 продал евдокиму евдокима было шестеро сына и и 5 дочерей ивану евдокимовичу по завещанию перешел участок на галерной где позднее был построен дворец бомбранского сыновья покойного евдокима в 1782 году продали свое владение дяди никите никитчи младшему который умер бездетным демидовский дом на нере вскоре после возведения стал постоянным местом для проведения аукционов где продавал все от посуды и одежда до картины разных диковинок от наследников демидова младшего главой особняк 1809 году покупчи перешел клип медику якова сечу вилле директору военно-медицинского департамента вилле озаботился внешние и внутренние перестройки здания вампирном стиле от этого времени в интерьере сохранились зал с пилястрами сводчатая комната квартиры во фреглях вилле сдавал одной из них кстати же у штаблика ли александра миссия бланка родилась дочь мария будущую мать владимир ильича ленина она была крещена в исаакиевском соборе поскольку отец перешел из иудаизма православия чтобы поступить медико-хирургической академии директор академии бланк снял квартиру во втором этаже западного флиги после кончины вилле его душеприказчики продали особняк биржевого гофмаклеру карло карлощу филе зену работавшему помощником известного банки расстиглеца филе зену пришлось 1872 году задолго до смерти продать дом на невес убытка купцу первой гильдии немцу федору федоровичу гаушу четыре года спустя вдова филе зена рассталась домом по галерной и владельцам стал знаменитый медик сергей петрович гауш подарил дом своей жене матильды которая произвела некоторые изменения был построен южный флигель и пристроен на дворный флигель через десять лет хозяйка скончалась дом перешел к ее сыновьям леонтий александр александр окончил академию художеств был видным пейзажистом и членом мира искусства а с 1912 года хранителем музея старой петербург в залах билетажа часто собирались мир искусники устраивалась театрализованные представления из-за болезни жены художницы ученицы релиха гауш переехал в крым это было в четвертом году где и умер во время великой отечественной войны ну а после октябрьской революции санализировали этот дом населили трудовых элементов западных флигелей проживал священник Владимир Александрович Рыбаков настоятель спаса на водах он сильно скорбил о сносе в 1932 году храма который был виден видел из окон его квартиры знал несколько языков французский греческий латынь арабский древнееврейский читал без словаря на немецком и английском изучал испанский ну вот немножко так вкратце о доме демидова доме вилле и доме гауша по адресу английская набережная 74 все всем пока всем привет данная википедия кстати здесь жил демини основатель театра марионета все всем пока всем привет да свих до книги в мир а в в в в в в Субтитры создавал DimaTorzok